По словам Пристава, в последнее время водители, не оплатившие штрафы, становятся все больше. Поэтому необходимость такой работы возникла сама собой. Сегодня на улице Виноградной два поста выявляли злостных неплатильщиков. Все автомобили инспекторы останавливали и проверяли по базе данных. Мероприятия направлены на выявление должников с просроченными задолженностями по административным штрафам, которые выписывались сотрудниками ГИБДД. Также выявляются нарушения в части неуплаты данных штрафов, а установленные законом сроки. Порядок и время оплаты штрафа не изменился. После написания протокола у водителя есть 60 дней на оплату. По истечении этого времени автоматически начинается судебное производство. Статья Кодекса об административных нарушениях предусматривает оплату штрафа в двойном размере, либо лишение свободы на 15 суток. Если в рейде сотрудникам дорожной полиции приставом попадется неплатильщик, сумма долга которого составляет более 10 тысяч рублей, его машину арестуют. Чтобы ее вернуть, придется оплатить штрафы 7% от суммы долга в течение 10 дней. Иначе автомобиль окажется на аукционе и будет продан. Вырученные деньги пойдут в счет оплаты долга. Несмотря на довольно суровые меры, многие автовладельцы их поддерживают и считают, что штрафы оплачивать нужно своевременно. Естественно, я думаю, что штрафы обязательно надо оплатить, потому что я думаю, что даже выезды за границу уже со штрафом никто тебя не пропустит. Я так. Мое мнение такое. Я думаю, у меня никогда с этим проблемы не было. Сотрудники ГИБДД и судебные приставы предупреждают. Подобные рейды по выявлению должников будут проводиться и далее. Игорь Кырпа, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.